Как раз 2012 года в Айбашском сельском поселении ввели самообложение. Жители собирали по 300 рублей. На эти деньги сделать дорогу сразу было нереально, но ежегодные вложения принесли результаты. В течение 5 лет более-менее на доступное состояние вывели эту улицу. А это деревня Кадаш. Она тоже относится к Айбашскому поселению. За счет федерального бюджета здесь появились дороги, но только те, что ведут в село. А вот что было внутри, местные даже вспоминать боятся. Зимой приезжали, ночью уже буря начинается, ветер начинается, мы уже как уедем, опять как выйдем. Вот так думали. А сейчас, альхамду ляду. Дорога хорошая, слава богу. А ведь мы думали, что скотину не сможем держать. Сюда даже за молоком заехать не могли. Вывезти что-то даже было невозможно. Теперь мы хоть и старенькие, но можем держать хозяйство. В Айбашском поселении 6 населенных пунктов. За счет самообложения сельчане собирают порядка 150 тысяч рублей ежегодно. Деньги идут на благоустройство кладбищ, ремонт дорог и даже умудрились мост построить. На что тратить средства решают сами. Этот мост – единственная дорога в деревню Абсабаш. И по словам местных жителей, если бы не он, то в деревню был бы просто не проехать. Причем построили этот мост за счет средств самих жителей. И в этом году здесь появилась бетонная плита и щебенка. Мост здесь стоял и раньше. Правда, каждую осень и весну его размывало так, что ехать было опасно. На апгрейд сельчане потратили 100 тысяч рублей. Теперь уверены, его точно не смоет. С оптимизмом смотрят и на предстоящий референдум. Он пройдет в республике 18 ноября. В этом году еще не до конца сделаем ограждение башень, скважин. Вот следующий год мы продолжим вот это дело. В пяти деревнях закончат ограждение башен. Через две недели референдум пройдет в 43 районах. И в нем примут участие 844 поселения. Это самый большой охват за последние пять лет. За эти годы татарстанцы собрали 806 миллионов рублей и получили из бюджета 3 миллиарда с лишним. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин